Давайте кратко взглянем сюда. Давайте взглянем на общую картину о рыбе. Содержание холестерина в различной рыбе, рыбьем жире и говядине, например. Говядина содержит 79 мг холестерина, 115 в жире сельди, 73 в лососевом жире, сардинный жир 106 и тресковый жир 86. То есть абсолютно столько же холестерина в рыбе, как и везде. Если взглянуть на жиры омега-3, да, они очень важны. Они помогают снизить слепание тромбоцитов в клетках свертывания крови. Они имеют тенденцию снижать кровяное давление, они имеют тенденцию снижать триглицериды в сыворотке крови. Это еще одни жирные молекулы в крови. Если встречаются сердечные приступы, они могут снизить мышечные повреждения. И похоже, что они снижают вероятность блокировки сосудов после шунтирования. Омега-3 полезные, здоровые, они нужны нам в питании. И нам говорят, что рыба — это их лучший источник. При каких расстройствах помогают омега-3? Ревматоидный артрит. Необходимо иметь много омега-3 в рационе. Болезнь Рейно, псориаз, желудочно-кишечные заболевания. То есть это кожные заболевания, а это кишечные заболевания. Болезнь Крона — это нервные заболевания. Депрессия, чрезмерная агрессивность, карцинома — это рак. И различные легочные заболевания. Видите, омеги очень полезны для нас. Здесь вы видите метаболический путь. Первая жирная кислота, с которой мы имеем дело здесь, это альфа-линоленовая жирная кислота. Это одна из жизненно важных жирных кислот, которая находится в растениях. И она преобразуется ферментами, которые называются дельта-6-десатураза, и другой фермент элангаза, и еще один, пока не получится жир, называемый эйкозапентаеновая кислота. Вот это сверху, альфа-линоленовая кислота, это омега-жирная кислота. И эйкозапентаеновая кислота — это еще одна омега-кислота. Так вот, вот эта эйкозапентаеновая кислота — это та, что находится в рыбе. А эта находится в растениях. То есть растения содержат альфа-линоленовую кислоту, а рыбы — эйкозапентаеновую кислоту. Поэтому, если вы хотите получать омега-жирные кислоты из растений, то вы получите вот эту. Затем у вас есть ферменты в организме, чтобы преобразовать ее, как вам нужно, вот в эту. Понимаете смысл? Хорошо. Итак, эйкозапентаеновая кислота — это та, что определяет текучесть крови, например. И если перебрать ее, то какой риск появляется? Тромбозы, приступы, всякие проблемы из-за излишка эйкозапентаеновой кислоты. При этом растения не содержат эйкозапентаеновой кислоты. И если бы было верно то, что мы должны получать омега-кислоты из рыбы, то это было бы верно также для каждого животного на планете. Это значит, что слоны и все копытные в мире, и все травоядные в мире должны были бы питаться рыбой. Но это не так. Они потребляют альфа-линолиновую кислоту и затем производят столько эйкозапентаеновой кислоты, сколько нужно их организму. И, следовательно, отпадает риск тромбозов, приступов и прочих подобных проблем. И что же лучше? Из растений ее получать или из рыбы? Из растений. А иначе, если вы верите, что Бог создал этот мир, то вам придется назвать Бога глупцом, потому что он никак не вложил айкозапентаеновую кислоту в растение, так как это основа пищевой цепи. Он вложил альфа-линолиновую кислоту в растение, и альфа-линолиновая не вызывает проблем. Вот это другая, которая вызывает проблемы. Фактически, альфа-линолиновая кислота используется не только для образования айкозапентаеновой кислоты, но также для образования всех других веществ, как простагландины и все те вещества, что нам нужны. Эта основа, она нам нужна. Нам не нужна вот эта в качестве основы, с которой работать. Невозможно пойти назад. Мы работаем только в эту сторону. Итак, какие растения, к примеру, содержат омега-3-линоленовую кислоту? Какие? Поджаренный картофель, если смотреть в овощном мире. Огурцы и все прочие. Сладкий картофель. Бананы, авокадо. В них содержится 99, 74 и так далее. Это немного. 11 в белом хлебе из муки грубого помола. А есть ли какие-нибудь с большим содержанием? Ну, вообще-то есть. Если мы перейдем к орехам, овощам с темно-зеленой листвой, бобовым. Вот, теперь мы растем. 136, 353, 637 в зеленых соевых бобах. Соевое масло 927. Масло с зародышей пшеницы 938. Черные орехи 1034. Рапсовое масло 1094. Грецкие орехи 1703. А кто же является чемпионом мира? Семена льна. 7526. То есть, если вы добавите молотые семена льна в хлопья, в хлеб, да во что угодно, думаете, вам не хватит? Я как-то сомневаюсь в этом. И нет таких животных, которые могли бы состязаться с этим. И вы получаете то, что нужно. Так что вы можете получать их из растений. И не верьте, что невозможно достать их только из рыбы. И не верьте, что невозможно достать их.